Девушки отдыхают Ну, по дому надо кое-что сделать Ну и отдохнуть тоже немножко Что вы делаете, когда отдыхаете? Ну, телевизор, например, посмотрю Или в парк схожу Человек должен беречь свое время? Тратить, вернее, правильно его Должен, конечно Вам сколько лет? Мне 51 год К 51 году Чего достигли? Ассаляму алейкум ва рахматуллах С вами программа «Это актуально» Человек не ценит два блага, дарованных Создателем Здоровье и свободное время Эти слова были сказаны самым мудрым человеком на земле Еще 1400 лет назад Достопочтенным пророком Мухаммадом Да благословит его Аллах и приветствует Но что бы он сказал, если бы увидел, как прожигают свое время люди сейчас? Тратят его на бесполезные занятия? Или придумывают различные способы, как потратить свое время? В философском контексте время — это атрибут материи или способ существования материи А если взять в религиозном аспекте, то время — это творение божественное Время пустым не бывает Мы наполняем время определенным содержанием Мы не в состоянии продлить нашу жизнь Но зато можем перераспределить наши усилия И использовать отпущенные нам годы с наибольшей эффективностью Только подумайте Каждая отпущенная нам минута — это свободно конвертируемая валюта Которую невозможно удержать в руках Но можно приумножить Прав был Карл Маркс, полагавший, что всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени Ведь за любые товары и услуги мы рассчитываемся не только деньгами Но прежде всего нашим временем И поэтому люди, однажды научившиеся управлять временем, живут качественнее тех, кто тратит его впустую Я лично, будучи еще студентом, может быть, в силу того, что я хотел как-то оправдывать ожидания своих родителей Может быть, хотел доказать что-то окружающим Потому что я все-таки приехал в город из села И я учился, можно сказать, целый день То есть у меня были занятия с утра до обеда Я после обеда шел в библиотеку Сидел до вечера в библиотеке Там писал какие-то рефераты, читал какие-то книги Что-то мне было просто интересное В чем-то мне надо было разобраться на завтрашнее занятие Но тем не менее, время просто так я старался не тратить Наш герой – человек цельный К 35 годам успел поработать в нескольких крупных компаниях Где он занимал должности главного специалиста финансово-экономического отдела Директора финансового отдела, а потом и управляющего директора финансово-экономического блока В данное время работает в компании SD Group – коммерческим директором Все фирмы были разные Одна фирма занимается нефтехимией Одна фирма занимается шинами Но тем не менее, у всех этих Вот SD Group, например, нынешняя моя работа У всех этих компаний есть одна вещь, которая их объединяет Это то, что они все реализовывают какие-то новые вещи Люди должны не просто прожить свою жизнь А должны что-то сюда принести Что они рождены не просто так были, а для чего-то И это что-то, по моему мнению, это именно создание чего-то, какие-то творческие вещи Бесспорно, что правильное распределение времени ведет к успеху А неправильное Бейбет, получивший в свое время образование в юридическом институте Временно безработный уже с 2009 года Где вы работаете? Я пока безработный, временно Постоянной работы у меня нету 2008 года Там подработаю, там подработаю Иногда вообще месяцами дома лежу Вот сейчас зимой, например, дома сейчас Так как у нас печное отопление дома, чтобы дома холодно, чтобы не было Стремление получать новые знания, оно всегда у меня оставалось И, например, вот в прошлом году, в 2015-м, я решил поступать в архитектурный вуз Решил получить второе высшее образование Сейчас я там учусь Ну, совмещаясь с работой, там есть такая форма обучения, дистанционная называется И мне это нравится А где вы пытались уже работу искать? Я пытался, в Алмате здесь Да В Алмате искал, в РОВД ходил, юрист там хотел устроиться, в адвокатуру хотел Он говорит, там, везде опыт работы нужно, говорит, вот так вот так И хожу, до сих пор ищу Получается, а вам сейчас сколько? Мне сейчас 32 У вас не было ни один раз, ни одного постоянного места работы? Не, ну как, университет закончил, потом я работал вообще в органах полиции Полицейским работал Что бы было бы, если бы мы, как герои этого фильма, знали, сколько часов нам еще жить? Будь у меня время, я бы не тратил его впустую Может быть, мы научились бы ценить его Или наоборот, ценить время необходимо, потому что ты не знаешь, сколько времени тебе на самом деле отведено Вот еще есть одно свойство времени, это необратимость То есть время проходит и вернуть его практически невозможно Поэтому вот эта необратимость времени, она как бы наполняет его особой ценностью Может ли человек управлять временем? Ведь в полном смысле этого слова Человек не может влиять на течение событий Или предвидеть будущее, предугадать, что ждет его в следующий момент времени И с этой точки зрения говорить об управлении временем не совсем верно Наверное, будет более правильно говорить об управлении своими действиями во времени По большей части, на самом деле, никто из людей время не ценит На самом деле То есть мы понимаем, что все умом понимают, что время – это его жизнь То есть человек родился, он начал уже умирать То есть у него уже отмерено какое-то количество времени в этой жизни Но так как оно ему достается бесплатно А то, что человеку досталось бесплатно, он его особо не ценит Чтобы он начал его ценить, нужно это время ему чем-то заполнять А как вы пытаетесь достичь своих целей? Вы дополнительно учитесь, образование получаете? Нет, у меня образование высшее И сейчас, в данный момент у меня таких планов нету Чтобы еще одно высшее образование получать Но вот вы саморазвитием не занимаетесь дальше? Не читаете ничего? Ну это редко бывает, редко, когда дома лежим Дома, постоянно, если суббота все дома Если уже по телевизору ничего нету, света нету Я стараюсь что-нибудь прочитать, чтобы время о том Ну тоже бывает такое Иногда, это очень редко только Дальнейшим саморазвитием не занимаетесь? Нет, не занимаюсь Должны ли беречь люди свое время? Свое время – да Потому что каждая минута, она дорога Человек просто не замечает его Тем более, сейчас время быстро летит День как час, неделя как год пролетает И года-то идут Поэтому надо оценить время свое А когда именно нужно в основном Больше всего беречь свое время? В молодости или в старости? Я думаю, что тяжелых Ну, наверное, молодости Очень многим из нас приходилось жалеть О сделанных нами делах Хотелось исправить свои ошибки Что-то вернуть назад Но их унесло в необратимом потоке времени Забывая о времени Многие проживают свою жизнь в вихре событий Успехов и неудач, взлетов и падений Но время все равно напоминает нам о себе Звонком будильника Или же очередным перевернутым листом календаря У вас много свободного времени? Да, много И на что вы его тратите? На компьютеры На компьютерные игры играть Дота-2, например Я понимаю людей, которые, особенно молодых Которые, например, проводят ночь в ночном клубе Потом целый день спят Либо еще там чем-то заняты В интернете, да? Сидят целыми днями напролет Потому что, как бы, я тоже был молодым не так давно Я понимаю, что их ощущение времени, оно другое То есть они думают, что им там всего 15-20 лет И еще там столько времени впереди Что они еще все успеют На самом деле время, оно По моим ощущениям, достаточно быстро течено То есть, я не знаю, может быть это с возрастом Такое ощущение приходит, что время, оно буквально пролетает Предположим, что нам с вами отпущено по 70 лет Что такое 70 лет? 70 лет – это 840 месяцев Или 25500 дней Давайте отнимем от этой цифры наш с вами возраст В моем случае это 32 Остается 13840 дней Теперь отнимем от этой цифры количество времени, которое мы затратим на сон Это ровно треть от этой цифры Остается 9226 дней Отнимите отсюда час на дорогу Которая уходит каждый день на работу и с работы Останется 8650 дней Отнимем 2 часа на еду Повседневные бытовые нужды Останется 7500 дней Это 1071 неделя Или по сути 267 месяцев Или 22 года Но есть ли у нас с вами гарантия, что мы с вами проживем 70 лет? Кто в основном предпочитает проводить время в вашем клубе? В основном в нашем клубе студенты, школьники И бывает, что взрослые люди приходят и играют Какого возраста? Максимум до 40 Максимум до 40 Да, вот вилка начинается с 16 до 15 и до 40 Есть ли у вас постоянные клиенты? Да, разумеется, есть постоянные клиенты, которые всегда приходят Минимум 2 часа потратят А максимум? Ну, бывало, что сидели до 9 часов 9 часов сидели вот перед PlayStation В современном мире многие люди тратят свое время Я бы сказал, наверное, не по назначению К сожалению, люди как бы сбиваются с истинного пути Они думают, что то, чем они занимаются Как бы наполняет их жизнь Ну, в принципе, это так называемое иллюзорное наполнение жизни После, например, ночного времяпровождения В каком-то, скажем, ночном клубе Опять возникает определенная пустота Как говорил в свое время Сирен Киркегор Человек как бы скачет от одного удовольствия к другому удовольствию И в конце до концов приходит опустошенность Время — это мощнейший ресурс Воспользовавшись которым мы можем стать богаче и совершенней Не в нашей власти остановить время или повернуть его вспять Но мы можем поставить его на службу себе Однажды, обращаясь к молодому человеку Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Воспользуйся жизнью до того, как придет смерть И здоровьем до того, как наступит болезнь И свободным временем до того, как ты будешь занят И молодостью до того, как ты состаришься И богатством до того, как наступит бедность Возможно, вы видели в интернете выступление Стива Джобса Перед выпускниками Стэнфорда Это его знаменитая речь И во время этого выступления он сказал такие слова Каждый день по утрам я подхожу к зеркалу и смотрю в него Я задаю себе вопрос Если бы это был последний день в моей жизни Продолжал бы я заниматься тем, что я собираюсь делать сегодня? И если мой ответ на протяжении трех дней подряд нет То я оставляю это дело и не занимаюсь им Необходимость помнить о неизбежности смерти Это, пожалуй, самый лучший мотиватор Который помогает человеку осознать ценность времени И ответственность, которую он за него несет Человек — единственное существо, которое решает проблему смыслополагания И человек всегда находится в поиске этого смысла И находит этот смысл Иногда, возможно, человек наполняет свою жизнь ложными смыслами Люди, они должны совершенствоваться Нельзя останавливаться, потому что Если ты остановился, это все Тебя несет назад Ты только будешь забывать Поэтому надо всегда в чем-то разбираться Что-то новое узнавать Есть ли у вас какие-то сожаления об упущенном возможности? Да, жалею Я жалею, например, да Вот жалею, что я в свою молодость Когда молодым был, я свое время часто терял Ну, вообще не по назначению Иногда просто ходил Не учился Ну, так Сходя с моего опыта Очень много людей, они, по моему мнению, находятся не на своем месте В силу того, что они не могут изменить себя Не могут изменить какие-то обстоятельства в жизни Вам нравится вот сейчас ваше положение? Ваша жизнь? Какой же я это стану? Если честно, не очень нравится Почему? Потому что я не такой жизни, а вообще По-другому я себя вообще представлял Человек, который бесцельно проводит время Он похож на лодку без паруса В принципе, такого человека можно уподобить лодке Которая плывет по течению И у нее нет определенного курса, определенной цели Капитан такого судна Отдает себя полностью на волю течения К какому берегу его прибьет Как бы он не знает И тогда ему не стоит Гневаться Или винить кого-то кроме себя В том, куда это течение его приведет Чем же грозит бесцельное Значит, времяпровождение Это может грозить Как раз Утратой для человека Своей самобытности То есть человек не может Даже не пытается Найти ответ на Смыслополагающие вопросы Своей жизни И тогда происходит что? Происходит определенный разрыв С действительностью Происходит, значит Отчуждение человека От Прежде всего Своей самостости Самого себе Затем и происходит Отчуждение от Семьи От социального окружения Это очень похоже на диалог Из сказки Алиса в стране чудес Маленькая Алиса Попала в страну Зазеркалий И Повстречала на своем пути Кота Чеширского кота И она спрашивает у него Котик, котик Куда мне идти? Подскажи дорогу Направо или налево Я сомневаюсь На что кот отвечает А куда ты хочешь попасть? Не знаю Ответила Алиса Пожалуй, мне все равно Тогда все равно Куда идти? Ответил кот То есть Если Ты не знаешь Куда идешь Куда бы ты ни шел Ты идешь не туда В любом случае Я Еще будучи студентом На первых курсах Как-то Выстроил себе Задачи Жизненные Начиная от самых маленьких Там На сегодня И заканчивая Какими-то абсолютно Фантастическими Которыми может быть На тот момент Это было Что-то совсем нереальное То есть Не знаю Даже наука Такого может быть Не придумала Но тем не менее Вот эти Жизненные цели Они позволяют Понимать Что тебе надо делать Чтобы этого достичь То есть У тебя жизнь Уже не просто так идет Ты не идешь там Не плывешь там Куда тебе несет течение Ты уже берешь весла И гребешь к тому берегу Который тебе нужен Был такой президент Америки Как Бенджамин Франклин Изобрел Так называемую Пирамиду Франклина То есть Он сказал Что если человек Хочет быть По-настоящему успешным И Воплотить в жизнь Те ценности Которые Те идеи Которые И носителями Которых он является То в первую очередь Его план должен Основываться На ценностях Которые он хочет Воплотить в этой жизни Это то Что он считает Самым важным То во что он верит И ради чего он живет Это ценности человека Дальше ему необходимо Составить список Генеральных целей То есть Список тех целей Которые На достижение которых Он готов Посвятить свою жизнь Изначально Человек должен понять Где его место Что ему нравится Может быть не сразу Он это поймет На самом деле Не сразу Но он должен К этому стремиться То есть Рано или поздно Он должен это понять Может быть Он не поймет Это с детства Но Когда он приобретет Какой-то опыт Он попробует И то И это Разные Сферы деятельности Он найдет свое место То есть Он будет это искать И когда он Это место найдет Он будет счастливым И он будет успешным И все его будут уважать Если человек Становится на путь Повышения своей эффективности Своей личной эффективности То Необходимо начинать В первую очередь С формирования Осознанности То есть Ответить себе На ряд Важных вопросов Ну На первый взгляд Это Такие очевидные И простые вопросы Например Для чего мне это нужно Казалось бы Это такие Очевидные истины Но тем не менее Не все люди Задумываются об этом Несмотря на то Что это очень важно И я по сей день Поддерживаюсь Такой политики Что если Передо мной Открываются какие-то двери Открываются какие-то Возможности То надо Ими всегда Пользоваться То есть Это Твой шанс Может быть К чему-то Я считаю Что в первую очередь Это вопрос Осознанности Вопрос Осознанного отношения К времени И осознанного отношения И осознанного отношения Ценности Времени Ответственности Которую человек Несет за свою жизнь Один из прекрасных Ученых Прошлого века Сказал Что наш мир Состоит из трех дней Вчерашний Тот Что прошел Вместе со всем Что в нем было И завтрашний Который Быть может Ты не увидишь И сегодняшний Вот он Принадлежит тебе Так работай же в нем И трудись У тебя много Свободного времени? Нет Не очень Не очень? Нет Не хватает Времени вообще А чем ты занимаешься? Молодным полом Языками И домашней работой А в компьютерный клуб Не ходишь? Нет Вот полтора часа Тренировки Ищу дом Полчаса Зарядка И каждый день Вот Вторник Четверг У меня Полтора часа Английский И полтора часа Китайский А какие ты цели Перед собой В жизни ставишь? Чего ты хочешь добиться? Быть профессиональным Пловцом Или профессионально Заниматься водным полом И переводчиком быть